добрый день друзья очередной выпуск новостей мировой недвижимости мы решили посвятить одной теме криптовалютам не потому что других событий нет их как раз предостаточно но платежи за рубеж в том числе за недвижимость насущная потребность а работать классическим способом через банки россиянам проще не становится одновременно растет число объявлений о продаже в которых особо оговаривается возможность покупки через криптовалюту но для многих и этот способ и вообще весь блокчейн это загадка поэтому мы решили раскрыть хотя бы базовые нюансы технологии а помогли нам в этом эксперты компании и met low firm сразу оговорюсь для кого-то я не скажу ничего нового для кого-то все равно что-то из сказанного будет непонятным но надо пробовать начнем с того что для оплаты сделки в криптовалюте покупателю необходимо завести крипто кошелек они бывают холодные и горячие кошельком может быть и физическое устройство вроде электронного ключа или специальное приложение на вашем телефоне первые считаются более надежными вторые проще в использовании так или иначе вы начнете работу в программе которая позволяет получать отправлять и хранить криптовалюту ваши средства реально будут храниться в базе данных которая собственно и называется блокчейн а ваш кошелек фактически будет обеспечивать доступ крипте как банковская карта обеспечивает доступ к средствам в банке в дальнейшем необходимо приобрести криптовалюты и пополнить свой кошелек выделю наиболее используемые способы приобретения криптовалюты ну 1 это крипто биржи они подходят как раз таки и для единоразовой покупки криптовалюты так и для регулярного трейдинга 2 это обменники при помощи обменников можно без подтверждения личности других конвенциальных данных максимально быстро обменять наличные на криптовалюту ну и 3 это платежная система это универсальные сервисы которые позволяют хранить покупать продавать обменивать цифровые активы за счет даже оплачивать ими товары и услуги каждый крипто энтузиаст выбирает для себя наиболее подходящий способ приобретения криптовалюты однако в связи с неполным регулированием криптовалютной деятельности в российской федерации каждый способов имеет свои так называемые подводные камни я рекомендую использовать тот или иной способ исключительно после получения консультации специалистов о возможных рисках покупка криптовалюты осуществляется на специальных сайтах или в приложениях и тут возникает другой очень важный вопрос а такую именно криптовалюту приобретать и вообще чем одна отличается от другой ведь их безумное число и название лишь единиц у нас на слуху взгляд наиболее безопасные криптовалюты с точки зрения расчетов стейбл коины они имеют твердую привязку привычным валютам в основном к доллару и широко используется при переводе например один стейбл коины из детей равен одному доллару сша тем не менее можно использовать и другие валюты например bitcoin или эфирио однако данные криптовалюты не всегда удобно взаиморасчетах так как их курс меняется ежеминутно предположим криптовалюта в вашем кошельке есть теперь ее надо как-то перенаправить продавцу если у него есть крипто кошелек это можно сделать напрямую но чаще перевод осуществляется через посредника более безопасным вариантом является покупка недвижимости через агентств некоторых странах можно купить недвижимость за криптовалюту прямо от застройщика с помощью агентства выбирается подходящий объект согласно требованиям покупателя далее согласовываются условия покупки в том числе стоимость недвижимости она фиксируется в договоре купли-продажи и не поддержит изменений даже в случае изменения курса валюты при переводе криптовалюты в безналичные денежные средства средства скрипты кошелька покупателя переводится агентству либо застройщику который конвертирует их фиатные безналичные средства они в дальнейшем уже переводятся на счет продавца правообладательная документация в том числе регистрация права собственности на объект недвижимости оформляется только после перевода денежных средств и поступления фиатных безналичных средств на счет продавца еще раз подчеркну конкретному продавцу не обязательно иметь собственный крипто кошелек он может получить деньги обычным переводом но в этом случае вы покупатель должны отправить платеж посреднику тому у кого крипто кошелек есть и кто проведет саму операцию получит ваши средства переведет их фиатные то есть привычные валюты естественно за такие услуги агентство берет комиссию как мы отмечали ранее при совершении сделок через посредников специальных агентств по недвижимости продавец может обозначить свое желание получить средства безналичным способом агентство по недвижимости может взять на себя обязательства конвертации суммы сделки из криптовалюты получаемых на счет агентства от покупателя и дальнейший перевод средств на банковский счет продавца средники предлагают абсолютно разные услуги от обмена денежных средств на криптовалюту до оказания услуг организации сделки по приобретению недвижимости под ключ лучше всего работать с посредником который пришел по рекомендации дабы не попасть в сети мошенников из хороших признаков которые могут показать что посредник надежен это его имя на рынке и срок пребывания законно ли такая операция покупка проводится по законодательству той страны где расположена недвижимость поэтому в странах где подобные платежи узаконены проблем не возникнет хотя и в этой сфере граждане россии например сталкиваются с ограничениями например со стороны евросоюза но даже в эпоху санкций платежи совершить можно власти евросоюза ввели ограничительные меры в отношении россиян фактически ограничивая пользование крипто кошельками на крупнейших криптовалютных биржах ес запрещает оказывать российским резидентам любые услуги связанные с крипто кошельками счетами или хранением крипто активов тем не менее необходимо констатировать санкции с не могут полностью ограничить рынок криптовалют для россиян несмотря на то что в ес достаточно большой рынок крипто капитала лидером индустрии с не является и диктовать свои условия в глобальной векторе не может многие наши клиенты не ощутили критичного давления на их крипто капитала в связи с принятыми санкциями к сожалению были те кто пострадал от принятых мер например те кто имел крипто кошельки на площадках зарегистрированных в юрисдикциях ес они к ним просто утратили доступ большинстве кейсов удалось доступ возобновить просто установить и либо предоставив иное не российское резидентство и так блокчейн позволяет переводить средства хотя и с многочисленными но поэтому трудно однозначно утверждать что за криптовалютами будущее во-первых для все большего числа пользователей они уже настоящие а во-вторых классический банкинг пока никуда не ушел его относительно жесткое регулирование тоже многих устраивает но для россиян крипто сегодня это все больше возможность контакты экспертов и метло фирм в описании к сюжету если тема понравилась ставьте лайки остались вопросы присылайте на почту а мы встретимся через неделю всем мира и безопасности